Приветствую вас! Как-то мне что-то подсказывает, что вот вопрос, который вы задаете, это продолжение тех вопросов, где молодой человек бросал девушку по телефону, говорил, не звони, не звони, не звони, ну и что-то такое. Как-то вот по, значит, подексту показалось, что вопрос такой. Значит, прошло чуть больше недели, он вроде как сказал нет, но было ощущение, что у него не прошли чувства, либо ко мне просто хотелось в это верить. Так. Вы пишете, со мной расстался молодой человек. А из-за чего он с вами расстался? Понимаете, если вы задаете вопрос и не пишете все истории, то есть не пишете, почему он расстался с вами, из-за чего он расстался с вами, что были за причины такие, по которым он с вами расстался. Если вы не пишете этого, то, соответственно, непонятно и можно ли возобновить вам отношения. Потому что то, из-за чего вы расстались, напрямую влияет на то, можете ли вы снова быть вместе или нет. Значит, было ощущение, что у него не прошли чувства, либо же мне просто хотелось в это верить. Ну, в любом случае, было ли у вас ошибочное ощущение, или ощущение было верным, неважно. Важно другое, важно другое. Важно другое, что парень с вами расстался, вот что важно. Он с вами расстался, он решил, что вместе вы больше не будете. А вы, вы, по какой-то причине, своей, своей причине. Вы продолжаете верить в то, что между вами ещё что-то может быть. Продолжаете хотеть этого. И, понимаете, может быть вы хотите не вря. То есть, может быть вы на самом-то деле можете быть вместе. Я же не знаю. Может быть вы можете быть вместе. Но, для этого определённо придётся потрудиться. Потому что, ответ на ваш вопрос, да, можно ли возобновить отношения. Да, отношения возобновить можно. Для этого нужно, чтобы мужчина, он чувствовал себя с вами не в напряге. Чтобы он не чувствовал, что вы его как-то напрягаете, что вы как-то на него давите и так далее. А ваш диалог, он, на мой взгляд, свидетельствует совершенно о другом, а в обратном. Вот. Так. Начинать сегодня к нему на страничку в Инстаграм. Зачем? И увидели, что он добавил девочку, а они друг друга лайкают фото. Ну и что? Меня охотилось чувство грусти и обиды. Так быстро он нашёл другой. А что, я должен был искать долго? А до этого у вас не было чувства грусти и обиды. То есть, вы не столько переживаете из-за того, что вы расстали, сколько переживаете из-за того, что он нашёл другую. Ну, несколько странная подобная позиция. А потом я успокоился и решил не мучить себя догадками, а узнать у него, если он нашёл другую, то пусть будет Снэй по-настоящему счастлив. Не тогда не держать себя надеждами, вырывать его из сердца и забываться скорее. А сейчас, на данный момент, что вам мешает это делать, если фактически вы не вместе? Понимаете, то, что вы испытали грусть и обиду из-за того, что он нашёл другую. Хотя, может быть, он не нашёл другую. Знаете, если человек просто общается с кем-то, просто взаимодействует с кем-то, это ещё не значит совершенно, что он встречается. То есть, вы здесь делаете перенос, вы интерпретируете на себя вот ситуацию. Вы интерпретируете на него то, что вас волнует. То есть, грубо говоря, вы хотите отношений, допустим, с них, и из-за этого, из-за того, что вы хотите отношений, вам кажется, что он уже с кем-то там их построил. Понимаете? Вот. А в действительности, в действительности ситуация может и не быть по факту такой. Понимаете? Но вы уже подумали. То есть, по факту он свободный человек, по факту он может с кем угодно взаимодействовать. Вот. И совершенно не обязательно, что на этой девочке женится. Ну вы так подумали, значит, вы сами себя надежными течете. Вопрос, на самом деле, заключается скорее в том, почему вы до сих пор, вот, собственно, течете себя надежными. На чём основываются ваши надежды. Понимаете? То есть, если вы сказали, что вы, ну, можете его забывать, да, то есть можете его забыть, хотели бы его забыть. То есть, не хотели бы, но, в общем, ищите повод не течить себя иллюзиями, не течить себя надеждами. То лучше делать это уже сейчас, на самом деле. Вот. И не потому, что это бесперспективно, да, а скорее потому, что так будет лучше для вас. И, как ни парадоксально, так больше шансов, что вы сможете с ним наладить отношения заново. Так, значит, грусть из-за чего, обида на что? Да, то есть, тут вот какого рода обиды и так далее. А, тут вы сравниваете себя с другой. То есть, раз быстро нашёл другую, значит, я хуже. Вот. Ну, это тоже несколько, несколько такой, знаете, странный момент. То есть, почему, если он нашёл другую, то вы хуже. Сразу. Вот. Совсем не обязательно, что вы хуже. По мой взгляд, понимаете, вы сравниваете, вот в чём проблема, вы сравниваете себя и другую девушку. Вот. А сравнивать, сравнивать, вас кто-то научил. То есть, вас научили. Вас научили. Научили сравнивать себя с другими. А это уже серьёзная проблема. То есть, это говорит о том, что вы не уверены в себе. Далее, значит, потом. Так. Преднастоящему счастлив, а мне тогда не держать себя на день. Ну, пусть будет мне преднастоящему счастлив, это вообще откуда? То есть, как он может быть с ней участвовать, если он знает её всего две недели. Вы не имеете представления о том, встречаются они или нет. То есть, у вас нет таких данных. Вот. Ну, опять же, вот, на мой взгляд, это перенос ваших собственностью. Так вот, я позвонил ему, трубку поднял, помощник. С какой целью вы ему позвонили? Вы считаете, что вы имеете право вот так вот спрашивать у человека, что у него там с личной жизнью. Вы считаете, что вы имеете действительно право так спрашивать у него. Дальше, значит, трубку поднял помощник. Я сказал, что по личному вопросу. Вот. Он сказал, что мне перезвонит. Он вышел, он сейчас это делает. А его помощник отвечает. Так, ну, известно, зачем-то это объясняется. Не знаю, зачем вы это объясняете. Вот, думал, он мне перезвонит, но он позвонил. А почему вы думали, что он не перезвонит? Если вы позвонили, это как бы вежливо. Он начал сразу спрашивать, что хотел. Ну, то есть, ему с вами все некомфортно, неуютно. И так строго, как препод у доски, мне стало забавно, и я стал улыбаться. Сказал, привет. Он как будто немного растерялся. Заикнулся, сказал, здравствуйте. Я кихикнула, может... Он ожидал, что я буду плакать. Ну, вероятно, может быть, ожидал, что вы будете, ну, по крайней мере, не на позитиве. Спросила, как дела, он ответил и сбросил у меня в ответ, как мои дела. И начал опять спрашивать, что хотел. Потом попросил подождать и выключил звук. Но вы ему так и не ответили, чего вы только хотели, да? Вот. Значит, скинул связь, я подумал, ну вот и поговорили. То есть вам нужно больше, вы хотели больше вам. Он опять перезвонил, я уточнил, есть ли у него кто. Он начал говорить, что мы расстались. Надо не звонить, не писать. Мы расстались, чтобы оставил его в покое. Хотя его никто не трогает. Ну как не трогает, так что вы ему позвонили. Непонятно. Как Матру читал, это опять же ваш перенос. То есть вы хотите видеть точно, человек от вас защищается. Но вы не видите главного. То есть если он от вас защищается, если он действительно от вас защищается, то на это у него есть причины. То есть он по каким-то причинам с вами так взаимодействует. По каким-то причинам он боится, может быть, с вами сближаться. Я ему ответил, что не предлагаю ему снова быть вместе. Просто хотел попросить его вылечить меня, занять немного денег. Он мне помогал финансово. Понимаете, если сумма небольшая, как минимум странная, то вы просите эти деньги у него, у бывшего парня, с которым вы расстались, ну вот, не очень хорошо, да, и с которым, в общем-то, у вас отношения, ну, такие, не самые лучшие. Тем более, просьбы какие-то, если вы хотите отношения, как бы, ну, перезагрузить, ну, мягко говоря, странный выбор. Так, он спросил сколько, сказал сумму, потом сказал, что не в городе, уехал по делам, я говорю, ясно. Сумма была небольшая, если что. Зачем вы это уточняете? Непонятно. Решил его разговорить, для чего? Спрашивал про работу, отвечал, что, но всё время хотел скорее попрощаться. Вы ему не давали, соответственно, зачем? Почему не давали? Потом сказал, что у него никого нет, и это правда, потому что у него действительно никого нет, он надеялся, надеялся, вероятно, что если он скажет, что у него никого нет, вы от него отстанете. Ну вот. Хотя я спросил один раз, он сначала не ответил, я больше не спрашивал его, но вы же не отпускали его, да? Он, как мы расстались, отдал магазин, всё отдал, всё потерял. Зачем так говорить, я всё равно даже не знаю, где этот магазин, и я бы туда не пришла, кстати, мне почему-то казалось, что он в офисе у себя, то я никуда не уехал. Но это, опять же, ваше гадание перенос и выдавание желаемого за действительность. Вот. А что касается его цитаты, то он хотел сказать вам, что он переживает не лучшие времена после того, как вы расстались, и... Ну, его лучше пока не тревожатся. Вот. А когда я говорил, что мы расстались, он как будто улыбался. Как, если вы говорили по телефону, не очень понятно. Может я и ошибался. Вот такие, знаете, догадки из области фантастики. У меня такой вопрос. Есть ли надежды возобновить отношения? Да, есть, если вы не займёте комфортную форму для него. Как мне его расположить к себе? Изриско писать ему, изриско что-то спрашивать, например, раз в две недели. Как сделать, чтобы он захотел сам вернуться, помириться? Никак. Тут только нужно извлечь ошибки, извлечь урок из прошлых ошибок. Извлечь урок из прошлых ошибок и показать ему, что вы исправились. Исправились не для него, а для себя. И постепенно в процессе диалога он это увидит. Если у него есть чувство, он помирится. Если нет, то нет. А по разговору понятно, что он равнодушен, не хочет общаться даже просто. Ну, тот, что он не хочет общаться просто, ни в коем случае не подтверждает, что он равнодушен. То есть вряд ли это равнодушно. Мы вместе были один год, неужели за две недели могут пройти чувства, и он начнёт, и он может начать отношения с другой. Ну, знаете, чувство, скорее всего, в прошлый раз, всё это раз, два, а чувство проходит гораздо быстрее, чем вы думаете. Соответственно, найдёт отношения с другой, тоже, тоже, тоже может. Спокойно. Вопрос в другом. Почему вас это волнует? Я знаю, что они общаются, что где-то познакомились, откуда, но почему сразу не сказал, что есть другая, чтобы я отвалил от него, потому что у него нет другой. Они общаются, но это не означает, что у них отношения, понимаете? Я немного поясню, когда мы встречались, у него не было ничего, в том числе и с деньгами были проблемы. А потом всё наладилось, у него появились деньги, и он иногда мне помогал небольшими суммами. Ну, опять же, не совсем понятно, зачем вы это написали. То есть вы намекаете на то, что это вы привели его к деньгам или что? Далее, может, поэтому и девочку решил другую найти, я-то мало получаю. Нет, вы серьёзно думаете, что это из-за денег? Что вы настолько в себе не уверены, сомневаетесь? Я бы сказал, что у вас здесь есть связка какая-то между материальным доходом и отношениями. Может, захотелось моложе, страннее, красивее. Но это, опять же, какая-то у вас неуверенность в себе, с ней нужно работать, откуда у неё растут ноги. Вот. Он два месяца добивался меня, ухаживал. Ну, два месяца, знаете, это не так долго. А тут девочка две недели уже любовь. Да откуда вы знаете, что любовь? К чему любовь? Сразу. Вот так всё быстро и происходит. А что должно медленно происходить? Чего ждать? Непонятно. Мы вот встречались, и ничего, и ничего. А что ничего? Что должно было быть? А тут две недели любовь. Чего взяли, что любовь, непонятно. Наверное, женщина на ней. Ну, и что? А вы выйдете замызе другого? Понимаете, вот... У вас очень много додумок, на самом деле. Додумок и не желание признавать, что проблема, она кроется скорее в вас, нежели чем в нём. Понимаете? То есть, да, мужчина, он такой хитрит, он такой немножко пытается какие-то мозги сохранить. Вот. Но... Но, но... По факту... По факту... Вы... Вы... Сами... Тешите... Тешите себя иллюзией. Вот. Вы... Тешите себя иллюзией... Того, что у вас может быть ещё что-то будет. Вот. Понимаете, какая история? И... Тонкость... Здесь... В том... Что... Вы... Делаете... Это... Для... Себя. Вы не делаете это для него. Поэтому, я рекомендовал бы вам разобраться со своими мотивами, а уже после думать о том, что можно сделать именно для того, чтобы отношения восстановить. А на этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи! Чтобы проверить в Идер Иah